Не проехать, не пройти сейчас. А что в сентябре будет, там вообще ужасно. Детей уже провожать, на работу родители выйти. Ну как, кажется, будет аварии в куче. Дорогу еще толком не сделали, и объездные пути будут так же, как и в будни, как уже в 2 часа 6 баллов, так и будет. Пробки на дорогах прогнозируют не только прохожие и автомобилисты. Опасаются коллапса 1 сентября и в мэрии. Там понимают, что красноярцы выходят из отпусков, поедут на работу, повезут детей в садики и на линейки в школы. Экскурсии, парки, прогулки – это далеко не весь список пятничных планов. Количество машин возрастет примерно на 30%. Заторы на дорогах увеличатся. Ведь сейчас перекрыто 26 участков. Везде идет ремонт дорожного полотна. Перекопан проспект Мира, тротуары, бордюры и проезжая часть. Реконструкция идет и на соседней улице Карла Маркса, 2-й Брянска, Северной и многих других. Ремонтные работы вовсю идут и на правом берегу. Например, вот здесь, на улице Вавилова, на этом небольшом участке дороги. Ремонты идут уже больше двух месяцев. Причем рядом находится 93-я школа. Ученикам придется потерпеть значительные неудобства, поскольку автобусы будут высаживать школьников не на ближайшей остановке, а на соседних улицах. Помимо этого продолжаются ремонты главной городской переправы. На коммунальном мосту еще уйма работы. Там только на части опор залили бетон. Осложнить дорожную обстановку и отсутствие зебр на пешеходных переходах. Чертить белые линии вблизи школ администрация планирует в последний момент. Они до сих пор не появились на партизаны Железняка, Московской, Марковского и других улицах. Подрядчик еще не успел нанести дорожную разметку, хотя сделать это должен до 1 сентября. Всего по недостаткам по обустройству уличной дорожной сети в районе школ было выдано 24 предписания. Сроки устранения у четырех уже вышли, в том числе по разметке. То есть предписания касались устранения недостатков не только по разметке, но и по ограждениям, и по состоянию дорожного полотна. По четырем предписаниям вызваны должностные лица для составления протокола об административном правонарушении за их невыполнение. Сотрудники ГИБДД обещают внимательно следить за обстановкой на дорогах в День знаний. Количество полицейских увеличат со 110 почти до 200 человек. В мэрии же просят красноярцев не усугублять дорожную обстановку. Средняя скорость движения именно в центральной части города, допустим, где-то в районе Ленина, Горького, Декабристов, диктатура полетариата, где-то составляет 8-10 км в час. Что бы хотелось сказать? Все-таки необходимо пользоваться общественным транспортом. Но даже если красноярцы оставят машины дома и пересядут на автобусы, свои коррективы в дорожную обстановку может внести и погода. С 1 сентября несколько дней подряд синоптики прогнозируют дожди. И осадки могут также повлиять на ход строительных работ. Ольга Хохлова, Вячеслав Казаков, Афонтова новости.